очень вкусно мы настолько привыкли к разнообразию еды что даже не задаемся вопросом а откуда эта еда появляется но если взглянуть глубже то на самом деле не все так уж и весело ведь все это пищевое благополучие может исчезнуть если пропадет всего лишь один вид насекомых 2013 год на обложке журнала time не люди а пчела которая прямо падает в пропасть и надпись цена которую нам придется всем заплатить если мы не разберемся что убивает медоносных пчел конечно для человека далекого от экологии пчеловодства то есть для большинства из нас вопрос возможного исчезновения пчел не самая главная проблема но лишь до тех пор пока мы не задумаемся а как работает мир в котором мы живем для этого мы поговорили с людьми которые знают достаточно о пчелах чтобы рассказать насколько опасно их исчезновение и почему оно происходит есть такая широко распространенная поговорка что если бы не было пчел то у нас бы с вами не было бургеров это илья гомранов он энтомолог то есть человек который занимается изучением насекомых цепочка длинная и не очень очевидно на самом деле пчелы как я говорю уже хорошие опылители и они например опыляют пастушью сумку растения или разные другие кормовые растения которыми кормятся коровы поэтому если не будет пчел не будет растений этих и соответственно коровам нечего будет есть это одна из проблем вторая проблема что пчелы опыляют многие культуры масляничные том числе опыляют подсолнечник и соответственно бургеры допустим из того же подсолнечного масла или других видов масла приготовить не получится конечно бургер самый показательный пример для современного человека чтобы объяснить масштаб проблемы но илья гумранов и его коллеги по всему миру знают что делать а не просто в еде германия здесь дикие пчелы то есть не одомашненные человеком занесены в красную книгу сша 2006 году там впервые описали такое явление как синдром разрушения пчелиных семей когда пчелы просто покидали улья и больше не возвращались что очень опасно потому что пчелы очень организованные существа и живут только в коллективах ну и самый печальный пример это китай здесь существуют регионы где фермеры своими руками опыляют растения и деревья потому что пчел там больше нет пчелы достаточно независимые существа с высокими адаптивными способностями и все причины и гибели зависит только от человеческого фактора это игорь рукавицын ученый пчеловод родом из медоносного региона нашей страны восточного казахстана как правило гибель пчел происходит в результате токсикозов химикатами при обработке таких культур как рапс подсолнечник которые сильно зависят от опыления пчелами и привлекают пчел на свои цветы нам нужно все больше и больше получать урожая и соответственно в пользу инсектицида мы убиваем вредителей сельскохозяйственных культур но одновременно страдает очень сильно пчелы потому что пчелы прилетают на эти же поля и также травятся ядохимикатами в 2019 году американские ученые провели исследование и выяснили что 40 процентов пчел погибают от использования пестицидов в сельском хозяйстве что хорошо пестициды в америке не продают кому попало для этого необходимо получить специальный сертификат который говорит о том что вы знаете как использовать эти химикаты в сельском хозяйстве европа в этом отношении оказалось на шаг впереди там вообще запретили применять пестициды которые вредят пчелам в частности неонекодиноиды особенно опасны для их популяции а что у нас если честно то нам не потребовалось много времени чтобы найти запрещенные в европе химикаты они разрешены более того их можно купить любому в 2020 году эксперты центра по устойчивому развитию в казахстане провели исследования и собрали интересную информацию в нашей стране зарегистрированы 1 021 торговых наименований пестицидов и ежегодно этот перечень растет причем в списке применяемых пестицидов те самые ядовитые группы которые по данным ученых биологов ведут гибели пчел конечно мы не могли не обратиться с данным запроса в министерство сельского хозяйства и получили довольно таки позитивный ответ о том что выплачиваются миллионные субсидии для поддержания пчелосемей о ростах объемов меда это все прекрасно но мы ведь понимаем что вопрос сохранения пчел и нашей экосистемы в целом заключается не просто в субсидиях и это очень важно понимать казахстану экономика очень сильно зависит от пчеловодства просто во многом наши специалисты сельского хозяйства не задумываются ну приведу пример в восточном казахстане возделывается четыреста двадцать тысяч гектар подсолнечника 80 тысяч гектар рапса для опыления этих культур требуется две пчельных семей на гектар это только миллион пчельных семей нам необходим для того чтобы нормально опылить наши сельскохозяйственные культуры и это даст прирост урожайности на 25-30 процентов но как сегодня еще привлечь внимание к проблеме безусловно можно разные принимать государственные программы по уменьшению там значит использование пестицидов там гербицидов там и других химических элементов которые уничтожают все живое нурсултан садвокасов руководитель отдела маркетинга журнала national geographic в казахстане недавно головной офис этого всемирно известного издания провел фотосессию с анжелиной джали после которой мир снова вспомнил о пчелах но мы можем уже с вами говорить о том что данный проект достиг своего своей цели если уже мы на локальном уровне в казахстане поднимаем подобные вещи и говорим об этом проекте сработала бы такая акция в казахстане сложно сказать ведь мы пока как общество очень мало обращаем внимание на проблемы экологии несмотря на количество этих проблем но как важно задавать тот самый вопрос и заголовок катаем о том какую цену нам в итоге за все это придется заплатить ведь вся эта история с пчелами на самом деле не просто об угрозе их исчезновения она о нашей сознательности и понимание что сегодня от наших действий к сожалению на этой планете зависит многое сауля тимирбаева тимирлан сагандыков домили из басарова кристина даутова специально для студии 7